У Белорусской сельско-господаршей Академии у горках распрацовывает технологию вырошивания австралийского рака. По кулино-вуковых метах, але специалисты испадяются про з некольких годов вырошивание раков выйдя на промысловый узровень. Як же экзотика опынулась в белорусских горках и на вошта разводить раков, задався пытанием Юры Прокопенко. На кафедру их теологии и рыбогадов у Лесельгаз Академии по году тому привезли некольки десятку особен австралийского рака, за Астрахани и Таиланда. Тепер навыковцы выучают особенности их разведения, одночасово рыхтуют студентов для працы на будущей вытворчестве. Австралийского рака довольно часто облитают с блакитным, однако его колер может быть как блакитным, так и ружевым и зеленым. Основная первога австралийского рака над его мясовым сродичем в том, что иншаземец худшей дае прибавление в вазе за год до 70 граммов. Звычайному раку для этого потребны амаль пять годов. Получили потомство, начали подращивать, уже просмотрели темп роста, и мы можем сейчас подойти и посмотреть. Вот это уже полученный нами рачок, который достиг такого размера за два с половиной месяца. Вот эти, которые сидят сверху, они уже могут быть реализованы в сети питания и так далее. У Австралии рак живет у натурального сародзе, и он теплолюбивый. Оптимальная температура воды от плюс 18 до плюс 34. Тому ракову требует утримать во установках с замкнутым водозабеспечением. Уже сконструированы полностью промышленные установки. Как только заработает вся эта система, мы посадим раков, проследим их темп роста, подберем оптимальные комбикорма для них. Только после этого можно будет говорить о том, сколько это будет стоить. Процесс нехудки поводли бы передних подликов до великой вытворности еще годов пять. Рак – это деликатес, который каштует немалые гроши. Например, цена за килограмм мяса в узкопалых рака на сосветном рынке – в среднем 25 долларов. Тому в перспективе, кажут специалисты, можно думать про реализацию этой беспозвоночной живелы не только в Украине, но и за мяжей.